меня всегда интересовала история то есть как формировался город как он появлялся исторические места вот спичка это как бы место откуда начинался барнаул поэтому возможность попасть сюда легально узнать что здесь находится побывать посмотреть пофотографировать всегда была для меня как бы интересно и узнав что можно здесь проводить такие мероприятия как там вот субботники допустим да я как бы с удовольствием как подписался на это дело интересно было как краеведу первую очередь наверно то есть узнать историю поснимать рассказать людям что здесь есть субботники на спичке как проект появился 2015 году осенью это случилось по инициативе александра федоровича деринга он тогда правил первый субботник то есть это был пилотный субботник да там со студентами значит выложила фотографии соцсетях там они провели такие работы по расчистке от листьев поверхностные да скажем вот увидев фотографии в соцсетях собственно я заинтересовался этим предложил ему почему не проводить такие субботники на постоянной основе то есть каждую неделю как минимум через неделю мы собрались и провели еще один субботник и так вот раз за разом как бы появилась такая традиция встречаться раз в неделю на спичке главный смысл проекта в том чтобы вернуть это место из забвения то есть рассказать горожанам что есть такое место чтобы каждый желающий мог во первых нет не только здесь побывать но и внести свой вклад в сохранение вот этого знакового для города места мы все равно нацелены на юбилейные события 300-летие города и мы считаем да и не только мы а наверное и все считают что это главная площадка будет для этого юбилея поэтому надеемся что здесь мы сможем помочь в организации но мы все равно как такие не знаю охранители что ли себя уже теперь на читаем вначале проводились работы по расчистке от заросли от мусора потом постепенно переходили к аварийно-реставрационным работам то есть где-то там кладочку усиливали вот зимой поддерживаем территорию тоже чистим снег пилим клёны в основном такое это свое рода такой отдых смена деятельности после трудовой недели приятно взять в руки бензопилу что-то попилить потрудиться физически потому что работа умственная вот это доставляет удовольствие в хорошей компании провести хорошо время очень здорово а сегодня мы готовимся к новому году наряжаем елочку мы здесь отмечаем новый год каждый новый год ну не только новый год разные праздники тоже отмечаем истории истории разные бывали так скажем даже преступников тут ловили мы на территории тут как бы долгое время территория была по сути полу заброшенной каша хранялась всякие люди тут разные лазали воровали все чтобы все что можно было вынести там металл допустим мы ловили таких было дело находили остатки спичечного производства допустим какие-то там коробки вот наклейки спичные этикетки да находили старую документацию по истории вот этого места там планы территории да это документы первой половины фабрики но здесь очень спичка была но не не ранее потому что ранее до нас и разобрали вот когда пришел сюда я нашел там одну комнату там она была полностью очень завален документами там утра за такие вот я нашел тут в основном всякая бухгалтерия или отчеты я кто находил в тут огромные такие листы прям с спичечными этикетками на спичечные коробки клеили вот изначально удовлетворение было скорее исследовательская потом уже такое как скажем ну созидательное возможно как сохраняешь историю собственными руками прикасаешься к этому и там нашли туннель мы его откопали но он был засыплен и туда проникли там почти никто не бывал чтобы памятники реставрировались чтобы здание получали новую жизнь музеифицировались так скажем чтобы комплекс восстанавливался это в идеале хотелось бы этого то есть ну как бы это есть конечная цель даст в том числе и субботников вот но к этому нужно идти естественно без частного государственного финансирования ничего не получится рассчитаем то что открыли это место для горожан то есть люди узнали что она здесь есть что она вот представляет собой интерес за семь лет мы уже здесь много чего сделали как бы главное чтобы это все просто не закончилось продолжаем спасать территорию и и Субтитры создавал DimaTorzok